В соцсетях в христианском их сегменте активно обсуждается новогодняя вечеринка апостола, прости Господи, киевского целителя, небезызвестного Владимира Мунтя. В соцсетях в христиане, в том числе и мои друзья, возмущаются тем, сколько денег он потратил на Новый год, пригласив ребят с 95-го квартала. Честно говоря, я не пойму, в чем весь сыр-бор. Если вы по-прежнему относитесь к Мунтяну как к помазаннику с великими духовными дарами, как считалось еще несколько лет назад огромным количеством моих друзей, позже, слава Богу, в большинстве прозревших, если это так, то радуйтесь, что он осоляет на дорогих вечеринках юмористов народного масштаба. Если же вы считаете его аферистом, то чему вы удивляетесь? Парень сколотил состояние на наивности, в том числе и вашей пастырской, христианской наивности, и веселиться, так сказать, в соответствии с бюджетом. Мне не нравится сам разговор о том, как, кто и за сколько справил Новый год. У меня вопросы к Мунтяну не в сфере цены, но об этом чуть позже. У меня больше претензий к епископам, которые со светящимися глазами уверяли меня, что я маловер и не принимаю помазанника. Едва ли не хулю Духа Святого, когда сомневаюсь в действии даров исцеления, освобождения от бесов на стадионах у подобных Мунтяну ребят. У меня вопросы к пасторам, которые своих людей автобусами, целыми автоколоннами везли на шоу проекты исцелений, чудес и знамений в исполнении Владимира Мунтяна Апостола. Хотели чудес? Получите. Как там в старом стишке? Говорят на Новый год, что не пожелаете. Что всегда происходит? Что всегда бывает? А вообще-то ничего особого. Когда открылась дверь в начавший разваливаться собок, мы просто испытали все плюсы и минусы богословского сквозняка бывшего СССР. Из заново прорубленного окна в Европу за последние годы принесло немало доброго, вдохновляющего, реформирующего восточнославянское христианство. Но невозможно отрицать, что через это же окно значительную часть, особенно постперестроечных христиан, а сегодня на 90%, здорово просквозили. В душной, столетиями закрытой комнате царского, а позже и советского христианского дома резко и неожиданно раскрыли окно в Европу. Почти одновременно широко распахнули дверь черного хода для учений с востока. Удивляться здесь нечем. Это естественно, что подобная перемена духовного микроклимата для многих, а особенно для младенцев во Христе, пошла не на пользу. Увы, в этом свежем богословском ветре есть не только закаливающие христиан плюсы, но и разрушающие, даже убивающие некоторых сквозняк. Меня беспокоит сегодня не цена Зеленского, Деда Морозов или всяческих оленей на Мунтиановском новогоднем христианском корпоративе. Это все цветочки. Меня тревожит та болезнь, которая терепила и мучила христианство на протяжении 20 веков истории. Во все прошедшие столетия от нее духовно умирала, становилась инвалидами больше христиан, чем от любого другого доктринарного вируса. Это болезнь магизма, и он куда серьезнее элитных Санта-Клаусов. Центральный нерв магизма отнюдь не на поверхности, не во внешних проявлениях типа танца в Володе. Он находится иногда в малозаметном смещении акцентов с воли Божьей на волю или веру человеческую. Этот старый как мир вирус с эдемских времен доставляет христианству массу хлопот, как хамелеон. Он меняет окраску, он вновь и вновь врывается в жизнь огромного числа христиан, будучи практически многими и совершенно незамеченными. Могизм Могизм. Именно эта болезнь порождает, причем в самых разных деноминациях, христианство без креста, служители без служения, церковь без христа. Впрочем, я написал об этом книгу 20 лет назад «Казнить нельзя по милу». Геннадий Махненко. Легко найти, рекомендую. Ну а что до апостола Мунтяна, великого целителя, я просто повторю свое предложение многолетней давности. У меня, напротив, в одном из наших семейных детских домов, в семье Капеллана, всю войну проведшего на фронте и рискующего жизнью каждый день, куда-нибудь до героя Веры Мунтяна с его корпоративами киевскими, живет подобранный мной когда-то мальчишка, инвалид. Если Мунтян прилетит на вертолете, напрягусь и оплачу топливо. Если подкатит на своем Феррари с надписью «Пришло время молиться», если я не ошибаюсь, исцелит парня, я продам долг. Он, правда, все еще не достроен, и моему 32-му ребенку, болеющей супруге, все еще негде нормально выспаться, но я строю. И если Мунтян приедет и исцелит этого парня, все за мой счет. Бензин, питание, отель, прости, Владимир, нет пятизвездочного, но у моря хороший номер с ним. Володя, если поднимешь русика, я продам дом, с радостью продам, я отдам тебе средства. А еще я запишусь в твою библейскую школу, буду мыть по утрам твое благословенное помазанное Феррари. Впрочем, это предложение я высказал еще лет 10 назад, но в ответ тишина. Ну и всем христианам по данному поводу, не расстраивайтесь, Бог жив, живы души наши, и настоящее возрождение непременно придет. Только сперва сойдет пена. Все вот это, все это пена между настоящими Божьими волнами, а волны придут. Я молюсь, чтобы богословский сквозняк принес для многих христиан не бронхиты, воспаления и высохшие мозги, а стал положительным, закаливающим элементом в служении Господу. Короче, смотря на вышеупомянутое, богословский совет. Если хочешь быть здоров, закаляйся. Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся. Да, еще про стадионных докторов. Мы купили новое здание церкви через 20 лет после того, как начали крупнейший детский репцентр в бывшем союзе для беспризора. Мы купили кинотеатр в центре города. Владимир, если поднимешь усика инвалида моего соседа, я буду убеждать свой церковный совет продать здание и пожертвовать на твой центр возрождения. Но если не приедешь, то и переименуй возрождение в вырождение. Кстати, по буквам не так уж будет сложно трансформироваться. И тогда со свободной совестью, а точнее с ее полным отсутствием, гуляй дальше, апостол. Редактор субтитров А.Семкин